В Балакове активно внедряется новая система оплаты питания в школах. В некоторых образовательных учреждениях уже установлены терминалы. В остальных идет подготовка к переходу на безналичный расчет. Лицей номер два одним из первых опробовал систему. Начали мы питать по карточкам с 5 ноября, с первого дня, второй четверти. Проблемы определенные технические были характера, но никаких жалоб от родителей нам не поступало. Некоторым родителям, большинству родителей, очень удобно, что безналичная оплата. Кроме того, система очень прозрачная. То есть каждый родитель в своем личном кабинете может посмотреть, что кушал ребенок, на какую сумму, что он покупал в буфете и таким образом контролировать питание своего ребенка. Проблемы по введению карточек действительно возникали в первую неделю работы. И касались они в основном настроек личного кабинета, рассказывает руководство лицея. Кто-то не мог разобраться с получением доступа к сайту «Большая перемена», где зарегистрированы личные кабинеты на каждого ученика. Кто-то не понимал, как настроить максимальную сумму, которую может потратить ребенок. Но, во-первых, вместе с карточкой родители получили подробную инструкцию. А во-вторых, можно было обращаться на номер технической поддержки. И специалист давал разъяснения по возникшим сложностям. Тем более, что регистрация проходила заранее, до введения новой системы. Поэтому к моменту установки терминала все вопросы были проработаны. Не надо никуда ходить, не надо ничего ждать. Открыл онлайн Сбербанк, все, я платил. Да, родителям удобно тоже. Они могут контролировать 50 рублей. Вот ей дали на неделю, ну вот она, допустим, эти 50 рублей растягивает. И нет лишних денег в кармане. Руководство организации «Большая перемена», которое, собственно, и затеяло изменения в школьных столовых, уверено, никаких сложностей с переходом на карточки не должно возникать. Если учебное заведение передало правильные списки учеников, то и при регистрации проблем не будет. Ну а если, к примеру, в списке написано «Данил», а мама ищет на сайте Даниила, вот тогда получается несостыковка. И такую проблему решают в ручном режиме. Сейчас вопросов уже ни у кого не возникает. И нововведение оценили не только родители, но и сами лицеисты. Ну удобнее, там мелочь иногда может потеряться, карточку всегда с собой можно. Меньше времени занимает то, что ты не ждешь, пока тебе там сдачи выйдут, посчитают сумму денег. С наличными деньгами тоже было хорошо, и с картой, ну, ничего не изменилось. Удобно расплачиваться, и не надо искать там по карманам, когда у тебя что-то лежит, мелочь, там деньги. Достаточно удобно, потому что дети перестали терять деньги, пропала проблема того, что где-то могут украсть или что-то в этом духе. Просто подходишь, прикладываешь карточку, сократились очереди, намного проще. В ближайшее время все балаковские школы перейдут на новую систему оплаты питания. Безналичный расчет в столовых, кстати, используют во многих городах страны, так что ничего удивительного в этом нет. Параллельно с этим идут изменения и в самом школьном питании, пусть незаметные на первый взгляд, но они со временем должны поменять систему полностью. В балаковских школьных столовых началась большая перемена. Этот инвестиционный проект реализует организатор питания Сергей Волков, по замыслу которого в течение трех лет в системе питания произойдут действительно большие перемены.